Вот я его промыла несколько раз, если дуршлачок у вас такой большой, а у меня вот маленький. В принципе, здесь видите, без отходов я его еще прочистила. Его продают на барахолке, я не знаю, где собирает, но он настолько чистый. Настолько чистый он. И в холодной воде надо его промыть несколько раз. Сейчас хорошенько промыть, если хотите, каждую промыть. Но я уверена, мы же который год кушаем его. В холодной воде, не в теплой, именно в холодной промыть надо. Представляете, раньше как было в поселках, вода экологически чистая. Вот это то, что мы в огороде собирали у себя, в огороде, он только-только. Там, я забыла сказать, миллиметров 3-4-5, не больше. Его кушают за сезон, именно когда выходит клевер, 3-4 раза не больше. Когда уже он будет в рост идти, цвести, его уже нельзя кушать. Его стоит покушать только 3-4 раза. Ну, смотря кто как кушает. Допустим, кому-то нравится, кто в неделю готовит 2-3 раза. Я имею в виду, когда уже клевер начинает очень вес набирать, имеется в рост большой. Его нельзя кушать, уже все, он там горечь появляется. И уже только стоит появиться клеверу, смотришь 3-4 миллиметра. Пусть даже 5, быстро собираешь, промываешь и ешь. Прямо если хотите его, когда скучать по клеверу, кушать пельмени, можете, оказывается, можно заморозить. Можете заморозить. Мне сказали сегодня, что можно его прям сделать готовый фарш. Вот, допустим, вот я сегодня говорила, что можно с говядиной, с фаршем, или там кто как любит, свинина с говядиной, или там, ну, уйгуры не едят свинину, ну, имеется в виду, вот раньше мы же не ели, да, а ели просто говядину, ну, а курицу тоже не ели, а сейчас тоже время другое, но на любителя, куриный фарш, говяжий фарш, а у нас чисто куриный, ой, говяжий добавляется сюда фарш, вот. Сейчас его мелко разрублю, мелко-мелко-мелко разрублю. Вот я вспомнила этот ножик, который большой, длинный, высокий, назывался чапка. Мама говорила, принесите чапка, вот, и на такой толстой доске, у мамы была толстая доска, она сидела, рубила, мы сидели, наблюдали. А потом, когда смешивался с обжаренным яйцом, там, 4-5, что, представляете, домашние яйца, какие были желтые, и настолько такой аромат выходил, прям в нос бьет, и плюс вот эта мята добавлялась, и мы сидели прям ложком ели, мама говорила, ну, сейчас потерпите, я же начну пельмешки, мы ей помогали, в основном с девочки, с 5 лет, 6 лет учатся помогать у Егоров, ну, у всех народностей, но я просто рассказываю про себя, про свою семью, как мама нам учила нас тесто месить, вот, а тесто на пельмени замешивается, как обычно на пельмени, одно яйцо добавляется, чтобы не разварилось тесто. Я не помню, но мама ей, может быть, и не добавляла, но у нас всегда были куриные свои яйца, я видела, что у нас тесто такое было желтое-желтое, значит, мама добавляла, вот, на пельмени, мне кажется, добавить будет не лишнее. Ну, в общем, вот так вот, а зажарку тоже можно чисто лучок, перчик там посолить, поперчить, это получается, как чисто бульон на воде, зажарка. А мама в основном у нас делала по-разному, добавляла мелко рубленую говядину, обжаривала, тушила на воде, на лучке, лук там, чесночок, обязательно чесночок, водички наливала, и вода закипала, и мы туда, вода по желанию, кто любит с бульоном, мы всегда любили с бульоном, это вообще нечто, тоже очень вкусно, вот. И заливала воду, закипала вода, и там пельмени, они очень быстро варятся, прям целый казан, мама еще на живом костре делала, это называется по-ягульски очаг, на улице, во дворе у нас был очаг такой, все помогали всей семье, кто печку растопит, там, кто пельмени налепит, маме помогали, и вот семья большая у нас была, а-ля, и сейчас большая семья, и вот так вот мы потом за стол, за джуза, есть квадратный стол, джуза называется, все садились, наливали кефир, в эти пиалы несколько, чиня по-ягульски называется, и в чиняшку ложили, этот, столовую ложку, большую столовую ложку, и потом мама всем разливала, мы помогали ей на стол накрывать, потом сидели, ели, наслаждались, это был такой момент, это было самое прекрасное время, вот, на самом деле, вот то, что в городе продают, это, конечно, тоже вкусно, но такие длинные, чересчур длинные, вот это еще более-менее, есть очень длинные, мы не собирали, я же говорю, миллиметров 3 от силы 5, но эти, вот мы, прошлой сестреньке, я поехала уже, она угостила меня, но не бойтесь, я живая, здоровая, мы наслаждались этими пельмешками, так что, если кто-то сомневается, откройте интернет, я не знаю, там есть ли пельмешки из клевера, вот я первый блогер, который вот создаю, просто хочу, чтобы вот эти, как сказать, пища домашняя, которая делалась нашими предками, нашими мудрыми бабушками, мамами, она не осталась, чтобы она передавалась нашим детям, внукам, особенно женщины, должны эту кухню знать, вот, я на мобильнике снимаю, и хочу выставить, именно сейчас такое время, которое нелегкое, все говорят о каких-то вирусах, я не хочу зацикливаться на этом, я хочу поднять вам настроение, через скромные блюда у икуров, которые мы раньше ели, вот, так что, приятного аппетита, когда налюблю пельмешки, я вам тоже сниму и покажу, какие пельмени получились аппетитные, а тесто я не буду снимать, потому что памяти нет в телефоне, все загружено, и надо кое-что удалить, а сохранить только позитивное, вот, эта информация, думаю, тоже полезная, про позитив, и, что еще хочу сказать, это время дано для каждого человека, чтобы мы спросили, кто мы такие, для чего пришли на зимню, только делать добро друг другу, будьте живы, здоровы все, пусть наши семьи, родные, будут живы, здоровы, все, приятного аппетита, пока всем, пока!